Итак, я буду записывать ответы на вопросы на своей любимой крыше. Кто здесь не был, познакомьтесь, очень красивый вид здесь. А самое главное, что и на карантине, и здесь нет людей. Начнём. С чего начинался твой опыт? Ну, мой серьёзный опыт именно поезда к заграницу и контрактов начался со Стамбула. Мой контракт первый был в Стамбул. Я не буду называть имени этого агентства, потому что это ужасное агентство, но я надеюсь, что у них всё хорошо, и сейчас они стали лучше, или они вообще закрылись, потому что это было ужасно. Я не буду называть своего материнского агентства, которое было моим материнским агентством на тот момент. Они до сих пор существуют, и, в принципе, они хорошие ребята, но у нас тогда как-то всё не пошло. Что меня тогда не устроило на этом контракте? Во-первых, это были очень низкие прайсы, это были очень херовые работы, мягко говоря. Это были какие-нибудь подвальные студии, какие-нибудь холодные кафели, на которых нужно стоять босиком за 125 долларов в день, снимать по 6-8 часов. В общем, для меня тогда 18-летней девочки, мне было 18, это было... Мне казалось, что это был мой первый и последний контракт, что я больше никогда не поеду, что я завязываюсь модерингом, и на этом конец. И я ужасно ненавидела Стамбул, я просто ненавидела Стамбул всей душой, я не видела света божьего, я видела мир и Стамбул только из окна своей кастинг-машины, только из окна своей квартиры и только из окон каких-то студий подвальных, и всё. То есть я не видела ни Гранд Базар, никаких достопримечательностей, ничего. Я просто в последний день перед своим отъездом сходила в какой-то торговый центр, купила подарков, и на этом конец. Кстати, тогда я была в Стамбуле в момент, когда там произошёл теракт в Голубой мечети, и, по-моему, этот теракт произошёл тот день, когда я должна была ехать в эту мечеть, просто что-то поменялось. Мне поставили срочную работу, и я ненавидела весь мир из-за того, что я не поехала в Голубую мечеть в тот день. Но, видите, непредвиденная работа уберегла меня от того, что я могла, в принципе, попасть в эпицентр теракта. «Колено перестало болеть. Как ты справляешься в таких ситуациях?» Моё колено не перестало болеть. Я всё ещё не сходила к врачу, потому что я боюсь ходить в всякие поликлиники, к докторам. Я думаю, что это сейчас не очень целесообразно, учитывая, что мы не знаем ситуацию с вирусом в Крыму. Возможно, у нас есть заражённые, возможно, их нет. В общем, мы ничего не знаем. Лучше, конечно, сейчас не высовываться, и я стараюсь просто не ходить на тренировки, не перегружать своё колено. Как я справляюсь в таких ситуациях? Как? Я рассказывала в своих сторис, но я расскажу ещё раз, потому что модеринг, он учёл у меня таким навыком просто. Я знаю, как согреть еду при помощи грелки, находясь в отеле, в котором нет ничего, кроме розочки и презервативов на столике. Я знаю, как справиться с любым приступом панической атаки в самолёте. Я знаю, как снять макияж, не имея ничего при себе для того, чтобы снять макияж. Я знаю, как быстро привести себя в порядок в аэропорту, в туалете для инвалидов, например. В общем, у меня куча клёвых, бесполезных, но и одновременно полезных навыков. Как я справляюсь в таких ситуациях? Конкретно в этой ситуации я просто нашла Вольтерена Мульгель, не реклама. Зашла в Манго, выбрала парочку вещей, зашла в примерочную, разделась, взяла хорошую порцию Вольтерена Мульгеля и намазала в примерочной манго на своё колено. Это называется выживание в экстренных ситуациях. К чему ты стремишься в моделинге? Слушайте, ну, если взять меня, когда мне было 17, я стремилась к показам Вольнисиага и обложкам влога. Сегодня мне 23, и я понимаю, что пора супермоделей прошла, началась пора инстаграм-инфуенсеров, и, наверное, это будет слишком глупо и наивно надеяться на тот модельный мир, о котором я мечтала, когда мне было 17. Так что сейчас я стремлюсь, конечно, к тому, чтобы ездить нон-стоп, наверное, к тому, чтобы не возвращаться в Крым и не сидеть здесь, потому что я чувствую себя здесь абсолютно неприменённой, я чувствую себя здесь бесполезной, потому что здесь есть модельные съёмки, здесь есть клиенты, но в основном здесь никто не хочет платить. Здесь все считают, что платить за модельную работу — это глупо. Ты же просто фоткаешься, что тебе сложно пофоткаться в нашей одежде, почему мы должны тебе платить? В общем, есть много девочек, которые соглашаются делать это бесплатно, и, естественно, из-за этого конкуренции никакой нет, она просто падает и выигрывает в конкуренции та, кто не берёт деньги за съёмку, или, ну, может быть, кто-то и готов платить и берёт себе девочек, которые им нравятся, но здесь действительно очень мало работы, естественно, поэтому я не хочу здесь оставаться. Здесь, в принципе, очень мало работы вообще, то есть не только для моделей, но и вообще, поэтому я стремлюсь к тому, чтобы, конечно, уехать отсюда и работать не обязательно моделью, кем-нибудь ещё, потому что я, в принципе, знаю два иностранных языка, много чего умею, поэтому надеюсь, что мои стремления не окажутся разбитыми о чугунную реальность. Как ты нашла свою материнку из Италии? Ездила ли ты в Италию? Я ездила в Италию, но не для того, чтобы найти свою материнку, а уже спустя много лет, после того, как я нашла свою материнку. Возвращаясь к истории про Турцию, когда я была на этом контракте, мне казалось, что всё ужасно, мир потерян, моя мечта рассыпалась, и модеринг — это просто ездить по кастингам и сниматься для дешёвых брендов за никакущие деньги, общаться с турками, которые постоянно пытаются тебя обмануть и как-то срезать твой бюджет. Я жила там с девочкой, и она мне сказала, «Слушай, тебе нужно работать в Милане, у тебя такой типаж, ла-ла-ла-ла». Она сама была из Сербии, но жила в Италии. И она сказала, «Слушай, я хочу показать тебя свою материнку, она находится в Италии, и мне кажется, ты им понравишься». И на тот момент у меня было столько знакомых из Москвы, из Киева, из Питера, которые мне говорили, «Слушай, у меня такая классная материнка, я тебе покажу, всё будет клёво». И на этом как бы все разговоры заканчивались. И для меня это был как очередной шум, «Ну, покажи, как бы, господи, всё равно ты ничего не сделаешь, ничего не изменится, ты просто так сейчас говоришь». Я приехала домой из Турции, этот разговор уже забылся в моей голове, он ушёл уже в прошлое. И тут мне пишет это агентство, «Привет, Азиза, наша модель показала нам твои фотографии, нам понравился твой профайл, мы хотим с тобой сотрудничать, тебе это интересно». И для меня это было... В тот момент я уже, как бы, вы понимаете, да, после Турции мне нифига уже не интересно, я хочу быть дома. И я тогда очень скептически отнеслась и подумала, ну, как бы, ну, попробуйте. Потому что я наслушалась очень много негатива от российских агентств, свой адрес. Не знаю, это было связано с тем, что, возможно, я другой национальности, не знаю, возможно, я действительно сложный типаж. Я не знаю, с чем это было связано, но с тех пор, как я работаю со своим итальянским агентством, я работаю в лучших агентствах за границей, меня не отправляют в какой-то шерпотреб. Но мне часто в России говорили, что, ну, Азиза, ты сможешь работать только в очень... не очень агентствах за границей, так что мы с тобой работать не хотим, у тебя сложный типаж, ты еще и не славянской внешности. Все это было очень неприятно. И тут мне, агентство из Италии, пишет, что ты классная, мы хотим с тобой работать. И я это восприняла просто как... На мое удивление, они мне очень быстро нашли контракт в Таиланд, в одной из лучших агентств Таиланда. И с тех пор они мне находят контракты в одни из лучших агентств любого маркета. И не было еще такого, что мне предлагали какой-то бред. Сегодня-то я уже разбираюсь, что такое хорошее агентство в Китае, что такое плохое агентство в Китае, хорошее агентство в Турции, плохое агентство в Турции. Потому что многие говорят, что вот Турция, это не Милан Сегодня, например, я могу отказаться от контракта в Милан в пользу контракта в Эмираты, например Потому что я знаю, что это агентство в Эмиратах стопроцентное, а это агентство в Милане нет Я знаю, что в этом агентстве в Эмиратах я заработаю и привезу деньги А в этом агентстве в Милане я только потрачу деньги, сделаю классные фотки на фоне Дуома И на этом конец Так что нет, для того, чтобы быть в агентстве в Италии, мне не пришлось ехать в Италию В Италии я уже поехала просто как турист со своим молодым человеком за свой счёт, и не планирую в ближайшее время ехать туда на контракт, потому что знаю, что, во-первых, ситуация сейчас какая с Италией, и плюс ещё я и до этого не очень горела желанием, всё-таки мне уже не 17, и я не мечтаю о том, чтобы в разговоре со своими друзьями вернуть словечко, что я была в Милане вообще-то как модель, потому что я прекрасно знаю, что такое быть моделью в Милане. Либо ты делаешь показы на фэшн-вики, либо ты просто там сидишь и ничего не делаешь. У вас с парнем отношения на расстоянии? Да. Конец. Да, у нас с парнем отношения на расстоянии. Это такая сложная тема. На самом деле, когда я рассказываю о своих отношениях, даже мой психотерапевт, который больше не мой психотерапевт, отнёсся скептически очень. Но могу только сказать, что да, мы познакомились в Таиланде, это было три года назад, и это было очень романтично, и это было настолько романтично, что это не должно было продолжаться настолько долго, насколько это продолжается уже сегодня, потому что обычно на романтике далеко не уедешь, ребята, я вам так скажу. Мы познакомились в ресторане, в котором был ужин для моделей. В Таиланде есть такой ресторан, я не буду называть его название, не знаю, можно ли это делать, я недавно здесь в интернет-пространстве. В общем, есть такой ресторан, все модели о нём знают, но ходят на ужины, там бесплатные ужины. И в тот вечер там был Леонардо Ди Каприо, в принципе, из-за чего я туда и пошла, потому что мне было интересно, я, конечно, не верила в то, что там будет Леонардо Ди Каприо. В итоге, когда я пришла туда, он там сидел, правда, к нему нельзя было подходить, нельзя было доставать телефоны, фотографировать. И мне стало очень быстро скучно, потому что все стали напиваться, бесплатная выпивка, я выпить не очень люблю, а покушать покушала, надо уходить. В общем, я стала уходить, жду своих подруг, потому что такси как бы дешевле втроём. И я жду их на лестнице, прямо вот просто села, вышла на лестницу, где люди ходят, и сижу такая, господи, когда это закончится, когда я отсюда уеду. Я человек такой не очень пари-герл, и поэтому я не зашла туда немножко, я сидела, ждала, и тут выходит он, пританцовывая, ему, видимо, это всё очень нравилось, он такой человек и по сей день. И я подумала, блин, типа, тебе весело, я на него посмотрела, он посмотрел на меня, и тут искра буря безумия. И в этот момент ко мне подсел какой-то парень и начал со мной знакомиться, и, естественно, он остановился, потому что это была бы уже атака двоих на одну девушку. И он остановился и встал передо мной, и я думаю, пожалуйста, можно я уйду прямо сейчас? В этот момент мои подруги выходят, они такие, да, всё, пошли, такси, уезжаем. Я в тот момент уже жила в своём отеле в Таиланде неделю, и мы как бы взяли такси, поехали в свой отель, я смотрю, он тоже берёт такси, и я думаю, господи, слава богу, я больше никогда его не увижу, может быть, на кастинге. И мы уезжаем, приезжаем, припарковываемся к нашему отелю, выходим из такси, и из соседнего такси выходит он с каким-то парнем, и этот парень говорит моим ремейткам, пошлите тусоваться на крышу. А у нас там тоже была крыша, 45-й этаж, романтика. И в этот момент я внутри думаю, пожалуйста, девочки, не соглашайтесь, нет-нет-нет, и они говорят, да, и мы все идём туда наверх, и я понимаю, что я попала, и после того, как мы с ним пообщались, мы поняли, что мы оба попали. Через два месяца я уже должна была уезжать, а у него контракт был на три месяца. Мы всё это время тусовались, как бы общались, и мы не говорили о том, что будет дальше. В принципе, в воздухе висела информация о том, что мы разъезжаемся в разные города, и никто ни о чём серьёзном говорить не может, но когда мы всё-таки действительно стали разъезжаться, пошёл ливень, это был первый ливень за все мои два месяца пребывания в Таиланде, представляете, тропический, тропический ливень, 6 утра, и мы решили, что мы должны увидеться ещё раз, чтобы понять, хотим ли мы продолжать действительно это всё или нет. Что мы, в принципе, и сделали спустя год. В общем, да, отношения на расстоянии — это тяжело, и не всем это даётся. Наверное, это даётся только тем, для кого это имеет смысл, потому что, в принципе, я никогда не хотела здесь, именно в Крыму, в своём городе, каких-то серьёзных отношений, потому что я знала, что, в принципе, в основном все люди, с которыми я общаюсь, они не планируют никуда уезжать, они хотят здесь жить, потому что для них это родина, и для меня это несовместимые вещи, получается. Я должна быть с человеком, который отсюда никогда не уедет, а я сама здесь жить не хочу. А для людей, которые, в принципе, не видят никакого будущего с человеком, которого они встретили в каком-то другом городе или в какой-то другой стране, которые не готовы ничего менять в своей жизни ради этого человека, это нежизнеспособные отношения. А что для тебя любовь? Как раз мне задаёт вопрос моя хорошая подруга. Наверное, она специально задаёт этот вопрос, потому что, когда мы с ней учились в университете, я всё время говорила, что любви не существует, и сейчас я как раз тот самый человек, который теперь везде говорит «любовь, любовь». Какой твой контракт самый любимый и какой самый запоминающийся? Бангкок, 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 конечно, Бангкок, понятно уже почему. Потому что это было суперромантично, и там было настолько много эмоций. И я приехала туда в самый сложный период, мне казалось, в моей жизни в тот момент. Сейчас, конечно, я понимаю, что это был не самый сложный момент в моей жизни, но это был один из самых тяжёлых критических моментов. Я пыталась собрать свою жизнь по каким-то кирпичикам, я понимала, что меня всё не устраивает, что то, в чём я нахожусь сейчас, те отношения, в которых я нахожусь сейчас, и та ситуация, в которой я нахожусь сейчас, она меня купит, физически и морально давит на меня, я плачу практически каждый день. Мне сказали, что мне присуще сидеть на гормонах и на таблетках из-за того, что я без них больше не могу. Мне сказали, что ты никуда не можешь летать, ты должен сидеть дома и следить за своим здоровьем. Я решила закупиться своими этими таблетками на три месяца и всё равно поехать. И когда я приземлилась в Бангкоке, когда двери аэропорта раскрылись, я вышла на этот воздух, что-то в моей голове переключилось, и я поняла, что всё теперь будет иначе. Я не знаю, что с моих глаз летела пелена. Я поняла, что я свободна. Мне не нужно находиться в этом маленьком мире, в котором я всё время находилась, и из которого мне казалось, что нет выхода либо я здесь, либо я нигде. И я поняла, что мне не нужны таблетки, мне не нужны люди, которые были в моей жизни, мне не нужны эти уковы и эти правила. Мне можно просто жить.